Есть несколько интересных новостей. Ну, во-первых, почему именно сейчас вышел материал о том, что Путин якобы просил у шаманов в Монголии разрешение на удар ядерным оружием, куда пока неизвестно. То есть вообще, что Путина с шаманами связывает, там много всего интересного, об этом поговорим. В общем, ГУР, главное управление разведки Украины, достало россиян там, где они не ожидали, блестящую операцию провели и об этом тоже. Ну, Иран сделал довольно странное заявление о том, что их ракеты вроде есть, а вроде и нет их в России, об этом поговорим. И алкохобит Дмитрий Медведев снова в ударе, он выдвинул на его взгляд гениальную идею, но насколько она гениальна, тоже обсудим. Если вы впервые на этом канале, подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски и давайте разбираться. Итак, Путин ездил в Монголию к шаманам просить разрешения на ядерный удар по Украине. Об этом Шпигель пишет. Вообще дичь, конечно, дичайшая, но мне кажется, что Кремлю очень выгодно, чтобы подобные слухи поддерживались. Мол, у деда фляга свистанула, он к шаманам ездил, и вообще он не в адеквате. Ну, какой здравомыслящий человек в принципе войну начнет, а уж тем более у шаманов спрашивать разрешение. То, что Путин склонен верить и использовать услуги всяких оккультных шарлатанов, я допускаю. Как правило, это от низкого уровня развития, не от очень высокого интеллекта. Если вы посмотрите какие-то ранние видео с Путиным, то вы поймете, что на них он такой, какой он есть. Это потом его причесали, там немножко полирнули плеш, здесь немножко накачали, закачали. Но ранний Путин, он очень классический такой любитель газеты спид-инфо, обратиться к шаманам, вот к этой гадалке с шаром, с молниями и так далее. Не так давно появилось видео, которое, ну, раньше не публиковали Путин с Собчаком в Финляндии. Там Путин еще вот прислужник, прислужник такого, увольня такого играет. И он там вот такой, какой он есть, невысокого интеллекта, постоянно скабрезно подшучивающий, подхихикивающий, очень четко понимающий иерархию, такой лебезящий Путин. Вот это настоящий Путин. И почему он вместе с Шойгу, они там в Тыве к шаманам бегают, это абсолютно понятно. И к каким-то другим оккультным шарлатанам. Вот для меня, знаете, что странно? Как же это довольно неглупые люди, переводя Путина к власти, проигнорировали какие-то базовые смыслы. О том, что, например, из бывших рабов получаются самые жестокие хозяева. То есть вот этот момент, как вы не увидели. Ну, в общем, считается, давайте к этим шаманам, сейчас мы поймем, почему важно россиянам, чтобы вот такие новости появлялись. И в том числе запугивали, как говорится, непуганного европейского читателя. Считается, что к шаманским практикам Путина приучил бывший министр обороны Шойгу. То есть пока его еще не отправили в отставку, они посещали республику Тыва, где шаманизм официальной религией является. Так вот, Путин явился в Монголию, формально тема была празднования 85-летия вооруженного конфликта между Монголией и Советским Союзом. С одной стороны, Япония и с другой стороны. Если короче, то битва при Халхенгол. Визит был коротким, никакого особо эффекта не имел. Понятно, что речь шла в большей степени о том, чтобы продавать туда нефть. Но поговаривают, и вот Шпигель пишет об этом, что Путин, трепетно относящийся ко всяким мистическим моментам, он посетил таких шаманов и какой-то очень довольный приехал в Россию. Ну, вообще, давайте я так расшифрую. То есть, условно говоря, дед неадекват, поперся к шаманам, спросил, можно ли ядерку использовать нельзя. Раз довольный, значит, наверное, можно. Вот какой посыл ушел в Европу, вот какой за океан полетел. Все, Путин, ему шаманы сказали, он применит. Тут главное выбить было рацию из всей этой темы. То есть, выбить рацию, мол, что Путин это не трусливая крыса, которая бункеров себе нарыла в Геленджике, на Валдае, еще где-то. Это не дед, который с крюченными там посиневшими пальцами цепляется за жизнь, максимально пытается наплодить этих кабаят повсюду. Ну, тратит огромные бабки на развитие генной инженерии, какого-то эликсира молодости, своих дочерей вовлекает в это. Я напомню, одна из дочерей Путина как раз подобными проектами занимается. Нет-нет, он просто отбитый дед, который поехал к шаманам, в бубен там постучал, еще что-то с голым торсом дряблым поскакал и решил, можно бить оружием. Поэтому, кстати, после вот этих слухов о том, что Путин с Шойгу на даче там шаманы выступали для них, они верблюдов каких-то сжигали, орлов в жертву приносили, вообще животных бы пожалели. Ну ладно, они и людей не жалеют, за что тут все ясно. Так вот, шаманизм стал сильно популярным в Москве, ну тоже же состоятельных и баснословно состоятельных людей с не очень высоким уровнем интеллекта в России много. Потому что дабы сидеть на потоке как паук, дабы воровать, заказывать оппонентов, тут с одной стороны не бояться прокуратуру, ФСБ и все остальное, с другой стороны делиться с бандитами, кланами, военными. То есть вот тут нужно быть особого склада ума, как минимум таким близким к психопату, то есть у тебя эмоций быть не должно. Так вот, таких достаточное количество, естественно, они все, не обладая высоким уровнем интеллекта, не все, но часть из них, они модную тему шаманизма подхватили и недавно, ну как, ну относительно, 22-й год, бывший топ-менеджер Лукойла Александр Суботин скончался, когда шаман, внимание, шаман Магуа из Мытищ, ввел ему яд джабы, пытаясь вылечить от похмелья. То есть вот оно так, и это только то, что мы знаем. Топ-менеджер Лукойла, который может просто на чартере взлететь в другую страну, приземлиться в лучшую клинику, его там промоют, отмоют, не знаю, все, что угодно с ним делать, нет, шаман Магуа из Мытищ, яд джабы, и все, крякнул топ-менеджер из Лукойла. Ну, в общем, у Путина там какой-то симбиоз, у него тут то Валаам, то шаманы, то старцы, то еще кто-то. Значит, Путин и святые старцы, это очень тоже интересная тема, потому что Путин постоянно к старцам летает на Валаам, якобы там вот он просвещается, общается. Я просто напомню, что всех старцев при Советском Союзе на Валааме просто изничтожили, уничтожили, и не только старцев. Остались там КГБшники, которым периодически прилетают исповедаться разные персонажи, а Путину с ними почему легко, ну, КГБшники, ФСБшники, потому что, ну, по службе коллеги прилетел там, фу, терясу скинули, Владимир Владимирович, спасибо, хоть с вами можно в форме посидеть нормально. Ну, в общем, Путин и старцы. Несколько лет назад Путин делает в одном из своих публичных выступлений очень странный жест. Он, значит, пытаясь пошутить, как всегда, он же шутник. Кстати, тупой юмор, это тоже за Путиным значится, как говорится. Так вот, он, вдруг пытаясь пошутить, упомянул в разговоре дьявола и затем инстинктивно перекрестил рот себе. Значит, этот жест был бы абсолютно приемлем в 18 веке, когда так делали. Сейчас, естественно, никаких таких старых, старообрядческих моментов никто не использует. Поэтому Путин, который увлекается в том числе и мистическим православием, подхватил этот архаичный жест. Наверное, где-то там вот любит он эту штуку. Какую можно провести параллель? Знаете, ну, я думаю, вы знаете, кто еще в истории сильно увлекался оккультизмом, мистицизмом, целую организацию создал Анна Нербе. Это Гитлер и, соответственно, организацию создал Гиммлер, Генрих Гиммлер. Вот эта Анна Нербе, она занималась древнегерманской мифологией, нумерологией, оккультизма. Во многих фильмах вот эта черта подчеркивается, там нацисты ищут. Ну, гиперболизировано, конечно, ищут Грааль какой-то, еще что-то, но на самом деле занимались они всякими разными изысканиями и поисками. Поэтому тут во всем просто бери от начала и до конца, так как Путин после Гитлера, то кто наследует, кто подсматривает, кто пытается копировать вот это все, мы с вами прекрасно понимаем. И еще одна деталь, которая подчеркивает, что Путин очень трепетно и серьезно относится к теме шаманизма. Помните шамана Габышева, который шел в Москву изгонять дух злого Путина? Так вот, шел он шел, пока его не поймали и не поместили в психиатрическую больницу, не объявили невменяемым. Чем его там обкололи, закололи, я не знаю сейчас, но нормальный бы человек, видя, что какой-то шаман идет в Москву изгонять злого духа, ну, как бы он отреагировал? Ну, пусть идет, ну, дойдет он там, постучит в бубен на Красной площади, все, я дальше что? Все посмотрели по сторонам, постучал, все, теперь давай обратно туда, в тылу, пешочком. Но здесь перепугались все, изловили шамана, посадили в психлечебницу, хотя там должны были сидеть совершенно иные персонажи. Про супероперацию ГУР, главного управления разведки, сегодня хочу вам рассказать. ГУР атаковал россиян там, где они вообще не ожидали, а именно российскую базу беспилотников в Сирии, недалеко от Алеппо, это Киевпост пишет, произошло это 15 сентября. Значит, как атаковали? Видео, которое ГУР опубликовало, видно такой флажочек ГУР с совой, с символом ГУР, и с помощью РПГ происходит подрыв и детонация. То есть, скорее всего, взрывчатка была там на объекте, на этой базе, заложена заранее уже, из РПГ стрельнули, бабах, шарах, все взлетело, все горит, все бегают, суетятся. Значит, вот так. Что хотелось бы здесь сказать? То есть, вагнеровцы в Мали, недавняя история, когда там полностью выкосили, уничтожили колонну. В Южном Судане, вагнеровцы, в Африке вообще россиянам поломали какие-то силы неведомые, поломали им гениальный план. Они хотели перерезать фактически, взять под контроль логистику в Африке, перерезав ее вот таким вот образом, если смотреть на карту. И все пути с севера на юг и с юга на север, соответственно, контролировались бы вот теми. Им оставалось взять под контроль Южный Судан и там часть логистических маршрутов. Кто-то им там сильно навредил. Точнее, не прямо вот конкретно, а может быть, кто-то помог местным силам и они налимонили, как говорится, задницу россиянам, которые в большинстве представлены вагнерами, ЧВК Вагнер или еще другие у них есть там ЧВК. Ну, в общем, Украина оказалась такой странной, мистической, я бы сказал, страной, которая мало того, что россиянам лещей раздает на собственной территории, теперь уже раздает и на территории Российской Федерации в Курской области и гоняет, сами знаете, какими тряпками, россиян по всему миру в разных точках. На Ближнем Востоке, на Африканском континенте, ну и там, где мы с вами, может быть, даже еще не знаем. Будет у меня в ближайшее время интересная информация, я обязательно поделюсь, что за страна такая-то Украина, что это за киевский режим такой, что это за люди, сложно сказать. Махину такую Путина, который там уже и шаманов привлек, я не знаю, у кого летучих обезьян, боевых дельфинов, боевых пингвинов, каких-то термитов уже скоро. Как так происходит, что не может он победить эту Украину? Чудеса какие-то. Кстати, про боевых дельфинов, пингвинов и прочих морских жителей. Крабу проломили череп. Это еще, это еще не все про ГУР, потому что крабу проломили череп. Это в России ликвидировали военного преступника и пропагандиста с позывным Краб. Речь идет, это ГУР также опубликовал информацию, речь идет о Коробове Александре Александровичу по прозвищу Краб. Ну это, значит, российский пропагандист, он на канале Россия-1 работал, Белгородский пункт возглавлял, восхлавлял там всех этих военных преступников, сюжеты делал, сам участвовал в военных преступлениях и ГУР опубликовала интересные несколько фото-видео. Сначала Краб идет куда-то там, адрес точно, где он проживал, а потом Краб лежит. И немножко так пикселями замазано. Судя по всему, устал Краб сильно или его кто-то сильно устал. Так вот, дискуссия на Западе постоянно возникает о вообще недопустимости ликвидации военных преступников, предателей на территории других стран, на территории Российской Федерации и так далее. Странная дискуссия, хочу я вам сказать. То есть, если, точнее не так, кстати, можете свое мнение в комментариях написать. Считается ли законной целью для ликвидации пилот, который как на работу идет, садится в свой самолет, взлетает, запускает ракеты по Украине, попадает в густонаселенные жилые массивы, больницы, Ахмадед, еще куда-то, попадает жертвой и дальше идет... Ну, так случилось, может где-то сбилась ракета. Мало того, они еще и по своим сходы боеприпаса делают. И помните, в Энгельсе и самолет с полными баками рухнул на жилой дом. Так что, считается ли законной целью? Да, конечно, считается. Считается ли законной целью пропагандист, который на миллионную аудиторию оправдывает войну и даже чуть-чуть сомневающемуся, даже чуть-чуть задумывающемуся, говорит, не надо, война праведная. Это за Россию. Это святое дело. Считается ли, простите, падлой Кирилл, он же патриарх, который войну, которую развязал Путин, называет священной войной, официально в документах? Священная война. За что священная война? Где вы... Как это вы родину защищаете на чужбине где-то? Приперлить чужую страну? Давайте здесь вот под суммами будем родину защищать. Или под Киевом. Сиди дома в болоте и там родину защищай, если вдруг кто-то на тебя нападет. Хотя в данном случае, мне кажется, нужно смотреть не на запад, вы тут никому не сдались, а на восток. А вот там сидит партнер, союзник, большой брат и ждет, когда же подысякнет оружие у Российской Федерации, когда же у нее армия сократится, когда же она впадет в кабальную зависимость экономическую, а уже впало ее, наверное, не открою секрет. Поэтому вот такие дела. Смотрите на восток. Только мне почему-то кажется, что заход брата большого на восток с восстановлением исторической территориальной справедливости будет абсолютно теми же пропагандистами преподнесен как великое благо. Да мы там эти земли вообще не ухаживали за ними. Вот хоть сейчас китайские братья поухаживают за землей, а мы тут как-то, ну Россия огромная, чего же не поделиться. Мы тут будем ютиться где-то тут немножечко за третьим кольцом. А значит еще про всяких разных циничных персонажей президент Ирана Масуд Пизишкиан заявил, что Тегеран не передавал России никакого оружия. Это после расследования с названием конкретного корабля, порта, количеством, Каспий, отсюда, сюда. Тут еще вопрос, что ракета, которую ты передаешь и которую Россия может запустить по Украине, она же на атомы не разлагается. Она падает с абсолютно понятными запчастями, бортовыми, всякими разными этими номерками. Поэтому в ближайшее время, конечно же, будут предоставлены доказательства, когда Россия начнет обстрел этими ракетами. Но меня больше всего беспокоит вопрос вот какой. То есть Путин самолично пришлось вылезти и рассказывать, что теперь, если разрешат удары по территории России Storm Shadow или Атакамсами, то все НАТО, США, Великобритания теперь будут стороны конфликта. Потому что британцы, если Storm Shadow мы берем, программируют ракету, а США предоставляют вот свои спутники, навигацию и так далее. Вопрос в зрительный зал. А являются ли теперь Северная Корея и Иран сторонами конфликта в этой войне, если иранские инструкторы обучают россиян запускать шахеды? Не просто обучают, а пару раз уже даже под раздачу попали в Крыму, прилетели Атакамсы и передали им большой привет. Потом ехала другая группа и, кстати, не раз это было. Обучают запускать шахеды и, я думаю, что без обучения запуска ракет и программирования тут тоже не обойдется. Поэтому вопрос. Теперь мы должны действовать так же, наверное, как Россия, где абсолютно иногда непонятно. Россия созывается в безот. Об использовании западного оружия. Все думают, вы больные, что ли, вы напали на Украину, зачем созывать? Они созывают, потому что тему нужно поднять, нужно прокачать своих немногочисленных союзников. Так вот, хотя бы ради того, чтобы представитель Ирана публично с трибуны извинялся или оправдывался. Извиняться, конечно, не будет. Оправдывался. Вот это нужно делать. По поводу и без повода. Закошмарить их этими бюрократическими процедурами, чтобы они просто подумали, что оно стоило связываться. Но я думаю, что, конечно же, клуб диктаторов потому и до сих пор живет, потому что они поддерживают иррационально друг друга. То есть, если экономические потери будут грозить, новые санкции, они выживают за счет того, что держатся, как миф этот есть, выдры, когда плывут, держатся за лапки. Так вот эта вся движуха диктаторов, она плывет и живет только благодаря тому, что держатся вот так друг за друга. Тут отпустит, начнет тонуть. Тут отпустит, начнет тонуть. Так же со всеми. Поэтому это тоже нужно понимать. Ну и вишенка на торте или, скажем так, гнилое яблочко на мусорном ведре. «Алкохоббит в ударе». Наша рубрика «Медведев» предлагает создать в России свой сайт «Миротворец». А именно открытую базу данных врагов России с указанием их персональных данных. Он написал, накатал вот такую простыню. Огромный пост, где он всем грозит неминуемой расплатой. За ними придут, раскидывают эти игрушки из киндер-сюрприза, стучат кулаками. За ними придут обязательно. Значит, что мне больше всего в этом... Я весь, конечно же, вам читать не буду этот пост. Что мне больше всего понравилось. Значит, он пишет следующее. Ну там «отбитая мразь», ну вот эти все его словечки любимые. Так вот, чтобы превратились те, кто против России, чтобы превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной, маниакальной тревожности и бреда преследования. И, возможно, просто сдохли в какой-то миг, оцепенев от страха. Крыса с маниакальной, значит, маниакальной преследовательностью. А как это он так вообще умудрился? Как, что крысов на этот счет думает, интересно. То есть, в принципе, ему в Кремле пройтись там через несколько кабинетов и спросить можно и так. Он может уточнить у главной крысы, которая сидит за 10-метровым столом, которая у Турции до сих пор не получила разрешения, чтобы российские истребители сопровождали борт номер один в России. То есть, вот крыса с маниакальной преследовательностью. Это, конечно, очень интересно, емко. Спасибо, Медведев, что пополнил наш словарик. У нас там плешизавра, сияющая там плеш, я не помню, какие-то еще. Спасибо ему за это. Но Медведев, то, что он в последнее время так истерит жестко просто, всех убивать, смотри, кровожадный какой хоббитенок. Ты эту чекушечку бросил в... Как это? Хоббиты шли бросали кольцо в лаву там, да? А Медведев пустую чекушку бросает и на этом не успокаивается. Поэтому, друзья, берегите себя, берегите своих близких, подписывайтесь на этот канал для того, чтобы визуализировать подписку. Смотрите, раз и колокольчик. Если вы подписаны, то жмите колокольчик обязательно. Спокойного нам всем дня и, конечно же, слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!